Вещи, которые никогда не добавят в Genshin Impact, часть 2. Знаете, лично для меня последние локации, добавленные в Genshin, стали глотком свежего воздуха. В долине Чинь-Юнь мне понравился сеттинг, механики передвижения по карте и второстепенные персонажи. Ну а в Древнем море зацепил сюжет, новые головоломки и косплей человека-оркестра за примагемы. Все это может означать только одно, Genshin постоянно развивается и не боится добавлять нечто исключительно новое в свой геймплей. Но это не значит, что у разработчиков нет тех вещей, которые они никогда и ни за что не добавят в Genshin. Как вы уже скорее всего поняли, именно о таких вещах мы сегодня и поговорим. Искренне надеюсь, что это видео вам понравится, ну и приятного просмотра, приятного аппетита и всего самого приятного друголечки. Этого не будет номер один. А начать я решил с одной из самых желаемых вещей в Genshin, которую разработчики никогда не добавят. И это, как ни странно, редактор главного героя. Впервые эту тему подняли фанаты в далеком 2021 году, как одно из требований после победы на Game Awards. Они посчитали, что таким образом каждый игрок сможет подчеркнуть свою индивидуальность и лучше ассоциировать себя с главным героем. На бумаге и как показывает практика других проектов, все действительно так и работает. Но я думаю, вы и сами понимаете, что разработчикам вводить такую механику было попросту невыгодно. Во-первых, нужно выделить немалый бюджет геймдев-отделу, которого впоследствии может еще и не хватить. Ну а во-вторых, это не принесет абсолютно никакой прибыли для компании. Куда проще сделать очередного легендарного персонажа, сигну под него и залутать пару миллионов. Именно поэтому просьба игроков была ожидаемо заменена 10-ю крутками и благодарственным письмом на внутриигровую почту. Этого не будет номер два. Еще одна, а вернее несколько вещей, которые мы никогда не увидим в Геншине, это взрослый контент. Под взрослым контентом я подразумеваю нецензурную лексику, разнообразные материалы, содержащие жестокость и другие не слишком приятные штуки. Вы можете подумать, что разработчики избегают подобных тем, чтобы расширить аудиторию путем снижения возрастного ограничения. Но это вовсе не так и сейчас я постараюсь объяснить почему. Ведь для большинства молодых людей пометка 16 или 18+, является скорее рекламой игры, а не наоборот. Это значит, что есть другая причина, почему разработчики решили сделать Геншин фэмили френдли игрой. Не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, что это компартия Китая. Если в любой другой стране создатели могут просто сделать игру, указать возрастное ограничение и выпустить ее, то в Поднебесной все не так просто и чрезмерно жестокую игру запретят на территории страны. А как мы знаем, изначально, да и сейчас Геншин ориентируется именно на китайскую аудиторию. Прибавляем сюда возможные проблемы с законом и на выходе получаем милый добродушный Геншин. Где Райден как бы кошмарит сеньору, но это все понарошку, это пранк, вставай, мы тебя по приколу шлепнули. Этого не будет номер 3. Не будем далеко отходить от темы сопоставления себя с персонажем и поговорим о полноценной озвучке главного героя, которой практически нет по одной незамысловатой причине. Разработчики в какой-то момент собрались, подумали и решили, что игрокам будет куда легче сопоставлять себя с главным героем, если у него будет как можно меньше реплик. Поэтому вместо полноценной озвучки выбранных нами вариантов ответа, сцена просто сменяется, а диалог продолжается, как будто мы что-то сказали. На всякий случай поясню, что реплики у героя есть и они время от времени проскакивают. Но я в этом пункте говорю о полноценной озвучке, которая есть, ну скажем, у неиграбельных NPC. Зато вместо главного героя, не против почесать языком, лучший проводник Тейвата по имени Пайман. И это успело так сильно взбесить игроков, что они отправились на различные форумы, дабы наделать кучу мемов про излишнюю болтливость нашего компаньона. Кто-то делал картинки по этому поводу, кто-то гифки, а кто-то и вовсе анимации, где Нахида шокирована мыслями Пайман. Этого не будет номер 4. Еще одна вещь, которую никогда не добавят в Геншин, это расширение механик усиления персонажа. Не знаю, как у вас, но когда я полностью прокачал Кадзуху и его оружие, то почувствовал некую грусть. Мне искренне хотелось дать своему любимому персонажу еще больше власти, которая принесилась моему отцу. Но, к сожалению, это невозможно. А причиной служит тот факт, что разработчики предпочли выпускать новых персонажей с усиленными пассивками и увеличенными базовыми показателями. Таким образом, они смогли усидеться сразу на двух стульях. На первом они постоянно повышают предел урона, чтобы игрокам не было скучно. Ну а на втором не теряют прибыль, ведь игрокам приходится гнаться за новыми персонажами. И вот тут очень кстати приходится Геншин Дроп. Это самый лучший сайт по покупке примагемов в мире. Там самые низкие цены, куча халявы, вообще сайт топчик. Переходи по ссылочке в описании. Пока-пока. Этого не будет номер пять. Напоследок снова расскажу о нововведении, которое бы хотели увидеть многие игроки Геншина, но которые никогда не добавят. Я говорю про уже заезженную и миллион раз упомянутую кнопку скипа диалогов. С какой стороны не посмотри, такая опция только улучшит Геншин. Ведь лороведы все так же смогут зачитываться историями Тейвата. Ну а все остальные игроки со спокойной душой наконец-то все проскипают и пойдут изучать мир, ставить рекорды урона или кошмарить бездну. Но разработчики по непонятным личным мне причинам продолжают упираться в то, что все должны читать их истории. При этом в Геншине все же существует механика, позволяющая пропускать конкретный кусок текста. Правда, для этого нужно напрочь аннигилировать свою кнопку пробела. Этого не будет, финалочка наконец-то, я очень устал, так что смотрите пожалуйста. Знаете, я тут немного подумал и решил, что должен посмотреть на Геншин немного под другим углом. Если быть точнее, то под углом лороведа. И оказалось, что этим ребятам тоже приходится не сладко. Как минимум, потому что в Геншине никогда не было и вряд ли появится возможность перепроходить квесты без наград исключительно для повторного прочтения любимых историй. Так что не подумайте, ребята, я уважаю и ценю каждого игрока вне зависимости от его предпочтений. Кроме тех, кто играет в Геншину ради Призыва Семерых. Вы меня пугаете. И это далеко не все вещи, о которых мне хотелось бы вам рассказать. А чтобы в следующий раз узнать, из-за какого нововведения разругались менеджеры Хайверс, просто поставьте лайк и оставьте комментарий. Который, возможно, и посетит самую хорошую, добрую и приятно-опрятную рубрику. Комментарий, который понравился мне и строгому критику Гобби. Вот этот просто чудесный. Спасибо его автору за написание, а вам за то, что досмотрели это видео до конца. Ну и все, всем пока, хорошего настроения и наиприятнейшего денечка.